Здравствуйте! Любой человек, а тем более путешественник, который может видеть и чувствовать, наверняка оставил много заметок на полях в телекниге наших приключений по Мозырю. И это здорово, ведь сегодня финальными точками нашего пребывания здесь станут объекты, не рассказать о которых мы просто не имели права. Путь дорога этого выпуска поднимет нас на гору Шайтан. Мы узнаем о Мозырянах, чьи имена известны в мире. Посетим грибную базу, настоящую кузницу олимпийских чемпионов. Отдохнем на усадьбе, побеседуем с хозяином уютной резиденции. И, наконец, испытаем на себе экстремальный вид отдыха. Аттракцион Сани Табаган. Словом, вкусное на десерт. Последний день в Мозыре подарит нам много новых историй, имен и открытий. Все путем. Поехали! Конечно, люди здесь жили задолго до первого писемного упоминания Мозыря в летописях. Овраги, леса, река давали не только защиту, но и самое главное общение и торговлю соседей друг с другом. Первые славянские племена, судя по всему, здесь появились в VI веке, хотя поселения прославянских племен существовали за несколько тысячелетий до нашей эры. Еще до крещения русской земли, вот здесь пролегала тропинка на капище языческое. Здесь наши далекие предки, мазыряне, отправляли свои языческие обряды, поклонялись своим идолам, деревянам, которые вот на этом холме, которое зовется издавна гора Шайтан, и молились здесь своим богам языческим. С этим местом связана и легенда о происхождении нашего города, вернее его название Мозырь. Вот в этих оврагах глубоких, ущельях, так называл их Шпилевский, жила колдунья, чаровница, которая сначала приняла сторону старшего брата в конфликте, а потом, влюбившись в младшего брата, погубила брата старшего. Холм Шайтан-Горы напоминал наполовину закопанное в землю гигантское яйцо и обладал необъяснимой сильной энергетикой. А старинные, почерневшие отходы столетий деревянные идолы, к сожалению, не сохранились. Оно и понятно, сколько времени утекло. Внизу у подножия этого холма сходятся воедино три улицы. Улица Калинина, улица Фрунзе и улица 17 сентября. Вот там видны еще постройки. Здесь, на самой вершине из Рита, это немецкие окопы. В годы Великой Отечественной войны, еще 60-70 лет тому назад, здесь вот этой заросли не было. Пространство было открытым. И немцы выбрали вершину этого холма для устройства огневой точки. Круднокалиберный пулемет здесь стоял, простреливал все пространство вокруг горы Шайтан. В 50-е, 60-е годы окрестности горы Шайтан облюбовали пионеры, школьники. Ну, тогда в каждой школе была своя пионерская организация. И вот здесь проводились туристические пионерские слеты, маевки, сборы отрядов и пионерских дружин. Костер, выполненный в форме звезды, остатки этой звезды, сохранились на седловине, которая связывает нынешнюю улицу Ульяновскую с горой Шайтан. И если вам особенно повезет, в городе можно найти довольно много раритетов. И еще с ним связаны судьбы очень многих замечательных людей. Ну, прежде всего, здесь родилась телевизионная мечта всех военнослужащих Советского Союза, телеведущая Дана Борисова, победительница детского еврообидения 2005 года Ксения Ситник. А еще совершенно замечательная советская, российская актриса, народная артистка России, звезда фильмов, сказ о том, как царь Петр Арапа женил. И о бедном гусаре замолвите слово Ирина Мазуркевич. Город подарил стране талантливого музыканта, художественного руководителя, директора Государственного концертного оркестра Белоруссии Михаила Яковлевича Финберг. Также нельзя не вспомнить популярную рок-группу «Отражение». Ребята из Мозыря покоряли сердца любителей тяжелой музыки не только нашей страны, но и далеко за ее пределами. На одном из холмов старой части города расположен знаменитый Мозырский педагогический университет имени Ивана Шамякина. Его корпуса вмещают в себя более 9 тысяч студентов. Университет начал работу в 1944 году. Еще гремели залпы Великой Отечественной войны, а студенты уже посещали занятия в аудитории. И эта студенческая, будем так говорить, армия – значительный вклад в пополнение интеллигенции нашей республики. Город хорошеет с каждым днем. Прокладываются дороги, строятся целые микрорайоны. Для примера – строительство спортивно-оздоровительного центра нефтеперерабатывающего завода. Или футбольный клуб «Славия», известный в свое время как МПКЦ. Возможно, сегодня «Славия» испытывает не самые лучшие времена. Но совсем недавно она была не только законодательницей футбольной моды Беларуси, но и чемпионом и обладателем Кубка страны в 1996 и 2000 годах. Мы уверены, что ренессанс славной «Славии» не за горами. Спортивную славу города поддержали чемпионы и бронзовые призеры Олимпийских игр в Пекине и Лондоне Роман Петрушенко и Артур Литвинчук. В гребле на байдарках и канойной дистанции в тысячу метрах. Вот именно в этом здании они и начинали свои первые шаги, точнее, гребки. Это местная кузница олимпийских кадров. Ребята входят в великолепную четверку или, как их еще называют, королевский экипаж с Алексеем Абалмасовым и Вадимом Махнивым. Ну что ж, Припять не только поражает своими природными красотами, она еще настоящая кузница олимпийских чемпионов. Именно на этой воде, вот в таких же лодках и начинали, наверное, в свое время и Петрушенко, и Литвинчук. Юные гребцы занимаются на базе с удовольствием. Приехали мы в гости в самый разгар спортивных прогулок. Кто знает, может в будущем кто-то из этих юных гребцов своим именем прославит Беларусь, и мы снова убедимся в стойкости и целеустремленности наших земляков. Виталий Викторович, ну я так понимаю, что Петрушенки, Махнивы и Литвинчуки не каждый день рождаются, даже в вашем чудесном центре. Сколько у вас на сегодняшний день работает, учится, занимается детей? Вот на сегодняшний день у нас в отделениях Гребли на Байдарках, академической, отделении легкой атлетики и отделении пауэрлифтинга у нас где-то порядка 650 детей. Ну это серьезно. Да, вот такая вот. На ваш взгляд, перспективы, ну все дети, нет не талантливых детей, все имеют свои. Наибольшее есть, если это потенциальные чемпионы? Ну я вам честно скажу, вот у нас сейчас проходит спортивно-оздоровительный лагеря, вот на базе наших поликруглосуточный лагеря, проходится установочная сбора училища Олимпийского резерва, и мы вот поиском занимаемся перспективных молодых людей, вот, и с региона приглашаем, и с деревень детей много приезжают. Просматриваем, чтобы потом их слепить, сделать. Чтобы вырастали, потом уже отдавать дальше. Чтобы они свои возможности, свои перспективные варианты открыли. Такое ощущение, что все-таки ваше помещение, оно как такой своеобразный конструктор, оно все время развивается. Вот мы прошли, оно все время строится. Да, вы понимаете, невозможно сразу учесть все вещи, которые необходимы. Поэтому у нас вот возникает необходимость, мы что-то пристраиваем. Вот возникла необходимость, вот сейчас сделаем гостиницу. Отлично. Еще одну. Чтобы лагерь проводить уже на 55 мест. И последний вопрос, ну это чисто специфически для нашей программы, программа «Все путем». Скажите, а вы смогли бы, ну скажем, если не сейчас, то в перспективе предоставлять такую услугу, как катание гостей? То есть здесь у вас достаточно профессионально, да? Если туристы приехали и вдруг захотели прокатиться? Нет проблем. У нас есть такая возможность. У нас вот, если вы посмотрите, вот там вот лежит пять шлюпок специальных прогулочек. И мы в этом году хотим проложить водный маршрут по реке Птич. Но нам для того, чтобы это все сделать, нам надо сначала проложить, протестировать этот маршрут, посмотреть, набить стоянки. Все. И потом предлагать. Можете мне поверить на слово, что наша страна, наша природа, наши люди предоставляют больше вам возможности отдохнуть. Не уезжая далеко, не тратя деньги, не покупая валюту, а отдохнуть дома. Имея замечательные природные условия, в Мозырском районе большое внимание уделяет развитию агро- и экотуризма. Нам на выбор предложили посетить несколько агроусадьб. Мы решили остановиться, во-первых, вот здесь. Само по себе это уникальное сооружение. Когда-то правление совхоза имени Калинина. А талантливый человек превратил все это в агроусадьбу. Итак, знакомимся. С самого начала. Когда и каким образом вам пришла идея создать агроусадьбу? Мысль такая носилась давно в голове. Вы, сколько я знаю, по профессии дизайнер. То есть это почти профессиональный подход к делу. Почти профессиональный подход, да. То есть когда у вас все это началось? Это в 10-м, 9-м году. Вот, то есть это было, что называется, мы пришли. Ну, в 9-м году мы приобрели это помещение, за год сделали ремонт. А правда, что здесь было правление совхоза? Вот вам, пожалуйста, при талантливом подходе, даже правление совхоза может стать царством отдыха. Усадьба Виктора и Валентины Критских действительно целое сказочное царство со своими удобствами и удивительной природной красотой. По узким тропинкам можно попасть в гостевой домик с общим холлом, столовой и камином. Виктор Степанович, а вот любопытно, они все родные и отбежные. Все родные, вот одну подбросили, а так все родные. Смотрите, что творится. Ну все, у вас настоящий питомник. Тихо, тихо. Ой, ой, ой. А не пробовали их на продажу? Ну нельзя, такие красоты должны. А, я так понимаю, что прямо вторгали баньки, вот это у вашего заповедника, а это уже, ой, ну красиво, конечно. Все для отдыха. Баня и беседка для отдыхающих. Кстати, обратите внимание, на улице можно не только зажарить вкуснейший шашлык на мангале, но и приготовить горячее в печи. Ну я так понимаю, что у вас в полном смысле натуральное хозяйство, то есть вы можете угостить. Да, вот яйцами угощаем людей, как бы. Своими? Да, 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 прямо, прямо из-под курицы. Завтраки организовываем, тоже, как бы, пчелы, медом угощаем. Какой вы молодец. Тоже, ну, но больше пока нет места, где разместить все. Есть даже собственный прогулочный катер. Внутри просто мерседес, да? Даже с навигатором. Да, вся, вся комплектация. Как сейчас, может, это фарш, да? Да, наверное. Есть фарш. Наверное. А, так у вас вот даже каяк есть, собственно. Да, каяки есть. Мы сегодня уже были на грибной базе. Там байдарки, каноэ, вот каяк. Видите, это уже национально. У нас четыре каяки, которые наказывают по плане условий, да. Они устойчивые на воде, поэтому, как бы, хорошо и приятно. А как сторож реагирует на присутствие катастрофы? Ну, я же рядом хожу, поэтому, как бы, да. Пока пускай походим. Да, да. Ирс Иванович, ну это что, сгоревшие? Нет, 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 это топляк, так называемый. А, да, это мореный. Да, который уже не один десяток лет пролежал в речке. Ничего себе. Вот когда пилишь пилой, так искры летят, как металл режешь. Да, как я сказал, кусок железа, ну потрясающе. Действительно, даже не помню, когда приведу его живьем. Читал много. Ну, все думают, что как бы сожженный. Да, да. Натуральный мореновый цвет. То есть такой еще пепел остался, да? Да, да. Это, оказывается, это здорово. Любители рыбалки в полной мере могут реализовать свои желания на реке Припять и зимой, и летом. Организован прокат велосипедов, лыжной прогулки, катание на катере или на санях с лошадью. Очень много прекрасных мест у нас, в нашем польесте, в нашей Белоруссии. И много людей, которые даже еще не знают и не видели. Но я хочу сразу сказать, что уже на сегодняшний день люди бронируют весна по неделе, для того, чтобы приехать. Даже вот меньшане, те, которые мы говорили про экологию, уже они просто хотят приехать. И отдохнуть. Это уже взрослые люди, семейные, просто пары родителей с детьми, с внуками приезжают чисто для того, чтобы отдохнуть у нас. И посмотреть, что это за отдых такой. И многие люди приезжают, останавливаются, и всем как бы это очень нравится. Система отдыха, сервис ненавязчивый, простой, домашняя кухня. Особенно москвичам домашняя наша белорусская кухня вообще, они в изумлении от нашей пищи. Поэтому даже они делают такие туры, чисто приехать и попробовать пожить и покушать настоящей белорусской домашней еды. Олимпиада 2014 года в Сочи дело, конечно, нужное и великолепное. Но поверьте нам на слово, условия для занятий спортом здесь, в Мозере, уж если не лучше, чем в Сочи, во всяком случае, не хуже. Пожалуйста, можно заняться горными лыжами. Хоккеем или большим теннисом. И уж, конечно, невероятный табаган. Я даже не знаю, что это, развлечение или вид спорта. Кстати, у нас в стране всего два таких сооружения. В Речице и здесь, в Мозере. В Речице и здесь, в Мозере. Следующий выпуск «Пеликое путешествия» подарит много увлекательного в городе с не менее интересной историей. Прямо скажем, если ваша любимая обладает капризным, стропчивым нравом, ничего хорошего от этого не будет. Но что делать? Такова судьба. Терпи, брат. А вот если эта тихая сегодня речушка когда-то обладала капризным норовом, ее назвали Наравлянкой. И она дала имя целому городу. Расстроим секреты, легенды о Наравлянском крае и, конечно, прогуляемся по территории некогда знаменитого дворца. В городе есть на что посмотреть. Прежде всего, это так называемый Наравлянский дворец или усадебный дом Горвата. Дело в том, что в 1825 году Станислав Игнат Горват покупает здесь, практически все покупает, всю округу, кроме четырех деревень, что называется по-богатому. И, наконец, нас ждет увлекательная и познавательная прогулка по Припяти с удивительными рассказчиками из Полесского государственного традиционно-экологического заповедника. Вы знаете, когда человек попадает в заповедник, его сразу просто шокирует первозданность природы. Такое ощущение, что ты находишься не в этом веке, а, может быть, 10 или 15 веков назад. Самое большое, что меня шокировало, это в прошлом году я одновременно здесь в заповеднике наблюдал на песчаном плёсе. 23 волка. Ого! 23 волка. И они лежат, греются на солнышке и не боятся человека. Вот это вот меня просто поразило. Всё путём. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!